Стало известно о смерти выдающегося спортивного комментатора Василия Уткина. Даже голос дрожит. На самом деле, 52 года было всего Василию. И вся наша редакция приносит соболезнования родным и близким. Это большая утрата для всего спортивного мира. И, конечно, мы хотели бы с медицинской точки зрения, с помощью Ваших вопросов, наверняка их будет много, обсудить сегодня тему тромбоэмболии легочной артерии, тромбоз. И прием начинает доктор, которого не нужно представлять, доктор Мясников. Александр Лениндович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Лениндович, по данным источников, причиной смерти стала как раз тромбоэмболия легочной артерии. Скажите, вообще, насколько реально, когда отрывается тромб, спасти человека? Сколько времени есть между этими моментами? Ну, смотря какая тромбоэмболия. Дело в том, что тромбоэмболии очень много. Она бывает острая, она бывает массивная. Некоторые врачи доходят до крайности. Они говорят, что все вот эти необъяснимые боли в груди, которые бывают у каждого, это вот мелкие подсыпания тромбов. Ну, отмирает совсем маленькая часть легкого, там маленький рубчик, боли, ничего не проходит. Если массивная тромбоэмболия, то это счет идет на минуты. Иногда удается спасти человека, либо вести тромболитики, лекарства, которые растворяют тромб, на это у тебя есть три часа, либо доставить на стол, где уже хирургическим путем доставят эмбол. Но на самом деле, как правило, от массивной тромбоэмболии людей спасти, это когда получается, когда это случается у тебя на глазах в больнице. А это в основном отличается, как осложнение госпитального лечения. Если вот так вот дома, то шансов немного. Если имеется массивная тромбоэмболия, если речь идет о более легких случаях, то это как гриб, да, вот тот же ковид. Вы можете почихать, покашлять, у вас ничего не будет, а можете умереть. Это один и тот же процесс, просто зависит от его тяжести. А вот я хотела спросить, во время ковида, поскольку был риск повышенного тромбообразования, очень многие кололи себе кроверазжижающие уколы, беременные особенно часто это делают, ну, по показаниям, естественно. А стоит ли иметь такие уколы дома? Если у человека есть кровь. Юля, это самая опасная вещь, это самый правильный вопрос. Сколько себя людей убило, закончило жизнь самоубийством путем вот этих уколов кроверазжижающих? Вы зря сказали по показаниям. Потому что, да, действительно есть показания. При том же ковиде тоже были показания. То есть, те, кто должны были принимать кроверазжижающие лекарства до ковида, им давали их во время болезни, оставляли после. Ковид не является состоянием, которое требует постоянной антикоагуляции и постковидный синдром. Если у тебя нет других факторов риска, какие были у комментаторов, которые вы упомянули, потому что у него, конечно, а что 53 года, он и так, в таком состоянии прожил, это большой срок, в таком физическом состоянии, с этим ожирением, диабетом и так далее. 200 килограммов практически. К сожалению, у него было очень много факторов, и это можно было легко просчитать, такой прогноз. Мы сейчас продолжим. А? Я прошу прощения, мы сейчас продолжим про факторы. Мне подсказывают, что у нас уже есть звонок. Алло, здравствуйте. Но потом давайте мы обязательно вернемся именно к кроверазжижающим. Да. Они убивают не меньше, чем тромбы. Хорошо, обязательно вернемся. Тромбы – это судьба, а убиваешься себя сам, кроверазжающим. Это очень важно. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Эдуард, здравствуйте. Очень приятно, Эдуард. Какой у вас вопрос? У меня вот такой вопрос. Я просто в моем кругу, мои знакомые тоже в молодом возрасте вот умирают от тромбов. Вот сейчас Василий Вудкин умер, у меня знакомый умер 50 лет. Не один причем знакомый. Мне 47. И я вот хочу понять, как мне понять, не грозит ли такое мне? Есть какие-то признаки в группе риска, и они в группе риска? Да. Ну, видите, все-таки нам надо с вами начинать именно с пересечления факторов риска, иначе такие вопросы будут писать. Какие факторы риска? Это генетика. Это, к сожалению, очень часто распространено. Чтобы вообще понимали, тромбоэмолия в легочной артерии – это причина ежегодной смерти. Сотен и сотен тысяч людей. Это мы, если возьмем по Европе, больше трехсот тысяч в год и так далее, и так далее. По миру это вообще зашкаливает. Тем более, далеко не всегда истинная причина правильно выявляется. Значит, это генетические нарушения свертывающей и противосвертывающей системы крови. Это можно, кстати, проверить на генетическом анализе. Это факторы Лейдена, антитромбина, Си, Си, неважно. Есть масса названий, вам, наверное, не надо этого знать. Но мы говорим о том, что вот эта тромбофилия может быть генетически обусловлена. И если вы себя это нашли, это важно, потому что тогда вам надо принимать постоянную антикогуляционную терапию, противосвертывающие препараты, от которых вы только начинали говорить. Второе, это, конечно, неподвижность. Это состояние в больнице, вы долго стояли в пробке, летели на самолете, вы лежали в больнице больше, чем три дня, у вас была операция, особенно ортопедические операции опасные в этом отношении, инфекции, почему ковид? Не только ковид, любая инфекция является провокатором. Поэтому вы никогда не выявите, если у вас этого не было. Если у вас была тромба и болеет, дальше идет вопрос, она спровоцирована или нет. То есть, мы можем сказать, я летел на самолете, поэтому. Я сидел в пробке, поэтому. Я сидел сутки перед компьютером, поэтому. У меня оперировали шейку бедра, поэтому. Я лежала с ковидом в больнице, поэтому. Потому что если мы находим причину, мы сопоставляем, насколько она устранима, и терапию ведем недолго. А вот если мы не нашли объяснения, то есть ничего не было, а тромбоз был. Вот пока мы не нашли, мы будем считать, что причина есть, но она не устранена, и поэтому лечиться надо постоянно. А факторы риска, такие, которые от вас зависят. Самое большое это курение, самое большое. Избыточный вес, повышенный сахар. В общем, те факторы риска, которые для инсульта и инсульта. То есть надо иметь нормальный вес, двигаться, избегать вредных привычек. Спасибо большое за ваш звонок. Давайте вернемся к кроворазжижающим препаратам. Так вот. Ковид устроил страшную вещь. В том плане, что вся эта истерия вокруг него, описание циадокиновых штормов, тромбов привезла к тому, что и врачи, и участковые стали назначать эти лекарства просто уже в панике, что как же так, и пациенты, сколько у меня было просьб, достань лекарства, достань то, достань уколы, достань это, это все исчезло. Даже из больницы это стало, себе стали все колоть. И сколько я лично, сколько участковые врачи, да и каждый врач, который в то время практиковал, скажет, сколько людей было поступали с нарушением мозгового кровообращения, с кровотечением желудочно-кишечными, с тяжелыми кровотечениями и смертями. Это последствия, да, этих препаратов? Конечно. Вы поймите, кроверожающий препарат – это нож. Ножом можно перерезать горло и сделать операцию на сердце, спасти человека. Вы берете кроверожающий препарат и перерезаете себе горло. Все. Они показаны только тому, кому они показаны. Строжайшие показания. Если у вас нету этих показаний, то лучше не делать, чем делать. Потому что вот эти факторы свертывания, они то ли сложатся у вас, то ли не сложатся. Это очень масса факторов, иногда мы не знаем, что именно было вот этим побудительным толчком. Ну, потому что. Вот я сказал, фактор Лейдена. Фактор Лейдена, вы можете сделать мутацию и найти ее. И что, принимать кроверожающие? Если у вас не было тромбозов, нет, почему? Да, у вас риск тромбоза в 6 раз больше, чем тем, у кого такого фактора Лейдена 5 фактора нет. В 6 раз. Но 6, там 0,01 умножить на 6 будет не так много, да? Но если уже был тромбоз, да, вот это он начнет сработал, он будет делать. Поэтому это, так сказать, зависит от ситуации. А вот если вы начнете неправильно принимать кроверожающие средства, то инсульты, желудочно-кишечное кровотечение – это причина смерти, тем более от современных противоросвертывающих лекарств, которые вы все принимаете, не варфарин, антидота нет. Варфарин старый, добрый, там витамин К, Виол, все, у этих нет антидотов. Только ждешь, пока все это закончится, и пытаешься остановить тебе кровотечение. Кровь, да, восстановится до своего нормального состояния. Она слишком жидкая получается, и поэтому, как это происходит? Она перестает сворачиваться. Вы угнетаете факторы свертывания, как правило, новое, это угнетает десятый фактор, он стоит на перекрестке всего этого домино, двух пассвеев, где сходится все это, вы это блокируете, кровь не сворачивается. Кровь не сворачивается, и повышение, любой надрыв сосудика, повышение кровяного давления, какая-то стрессовая ситуация, маленькая травма, а дальше где польется? Если польется в кишечнике, ну, она столько, а если в голове? Поэтому это такая вещь, и почему мы дарим аспирин, аспирин, это второе противосвертывающего средства? Мы сегодня аспирин, не смотря на рекламу, которая дается, принимайте все аспирин, будет вам благо, мы говорим, аспирин, только если у тебя множественный фактор риска, либо уже есть болезнь, либо уже есть болезнь, потому что 0,3% людей, принимающих аспирин с целью профилактики, имеют тяжелое нарушение, тяжелое кровоизлияние мозга, и другие формы кровоизлияния, поэтому риски сегодня принимать, даже банальный аспирин, и польза взвешивается, и в большинстве случаев, мы говорим, лучше не принимать, чем принимать, потому что риски слишком велики, а когда мы начинаем, ладно, себе давать таблетки, либо колоть кроверазжижающие, их в больнице, когда колет врач, мы это видим, у нас даже шутка среди ординаторов была, я когда в Америке был в ординатуре, когда туалеты там, хороший, говорит, гепарин был, человек идет в туалет, но он это все делает чистой кровью, и такой запах теплой крови стоит, вот такая одна шутка часто наблюдается, очень часто. Кошмар, у нас есть звонок, алло, здравствуйте, здравствуйте, вы в эфире, я к доктору, меня звать Валентина из Сыркутской области, мне 70 лет, 70 лет, можно задавать вопросы? Да. Доктор, вот у меня, значит, я делала УЗИ сосудов, сонных артерий, УЗИ сосудов шеи, у меня сужение 55%, а что вы скажете, насколько это критично у меня это все? Ну вот, как раз вы подоспели к вопросу подоспирин, но считается так, до 50%, до 50% это гемодинамически незначимо, то есть, когда говорят, ой, у меня наполовину закрыт сосуд, он может быть и закрыт, но кровь по нему течет, так же, как по незакрытому, такие вот резервные функции есть. Делали ультразвуком, поэтому мы не знаем, вам сказали 55%, там может быть и 35%, погрешность такие колоссальные. Доктор, у меня было 55%, я пошла, сделала в следующий раз, оказалось 25%. Это что, выросло? В смысле, сказать, я вылечилась? Нет, ты не вылечилась, просто другой доктор посмотрел по другим углам и так далее, другим датчикам. Но, в среднем 50%, 70 лет, я бы подумал, потому что, в принципе, вот это как раз показание к назначению аспирина. Мы делаем так, мы до 50% не делаем ничего, даем аспирин, 50-75% мы смотрим на состояние пациента, сужение, и можем предложить установку стендов, либо продолжать аспирин. Выше 75% мы уже более настоятельно рекомендуем вмешательство эндоваскулярного хирурга. Раньше эти цифры были 90. До 90% мы рекомендовали только аспирин, потому что большие осложнения и так далее. Успехи эндоваскулярной хирургии снизили этот процент, при котором мы начинаем рекомендовать эту хирургию, до 75. Вам надо обсудить постоянный прием аспирина. Я думаю, это все, что вам надо на сегодняшний момент. Спасибо, Валентина. Спасибо. Но опять помним, что это все время взвешивание рисков. Валентина, спасибо за ваш звонок. Спасибо большое. Вот можно я скажу? Да, нужно. Вот я, у меня съемки. Да. И только что у меня был сюжет, пришел наш друг, доктор Шаргородский, он, так сказать... Стоматолог. Стоматолог. Он тяжелый, тяжелый сердечник. И вот он вышел из больницы, он одновременно принимает кроверожижающее, и плюс такое серьезное, плюс клопидогриль, еще и аспирин. У него только что была нестабильная стенокардия. Он пришел с вопросом, что мне делать? Я говорю, понимаешь, у тебя была нестабильная стенокардия, ты должен 3 месяца принимать все вместе, а если я не буду, у тебя большой шанс умереть. А если у меня потечет? Я говорю, может потечь. Ну, если потечет, ты умрешь с кровослиянием. Ну, давайте пересчитать риски. Какие шансы у тебя, если сейчас бросишь все пить, что у тебя дестабильная стенокардия, тебя не убьет при дьяволе инфаркта, и какие шансы у тебя умереть, если у тебя произойдет, когда взгляните в мозг. И именно так мы разговаривали. А это очень серьезно. У человека жизнь на кону. Какие шансы? А шансы вот надо в его случае подсчитывать. Я считаю, что пока у него все прошло, две недели после этого, ему надо быть на острых, на таких препаратах. Надеюсь, что пронесет. Потом убирать один из них, через три месяца другой, и оставлять до года третий. Ну, и, конечно, сейчас, в ближайшие три месяца, он будет под угрозой, у него русская рулетка. У него либо тромбоз сердца, либо кровоизлияние мозга. Под двумя стволами стоит. Но это всегда, я почему специально говорю, это всегда, когда ты принимаешь крови разжижающие, ты должен понимать, это один ствол и второй ствол. И что, по-вашему, выстрелит первым? Надо думать. А может человек, как-то почувствовать, что у него, успеть вот это, что тромб уже начал отрываться, что-то куда-то летит, он может сам это почувствовать? Летит это вот... Это народная, да. Это говорят. Дронбоз отлетит. Хотя, в принципе, точно так же летит. Это называется стреляющая болезнь. Что важно? Запомните, если у вас отекла нога, это всегда опасно. Не две ноги, а одна нога. Если у вас отекла одна нога, она отличается на сантиметр, больше, чем от другой. И если при этом есть боль еще, не обязательно есть, нет, это уже плюс-минус. Отекла одна нога, особенно если вы только что вышли из больницы, долго сидели, летели и так далее, срочно к врачу. Это может быть тромбоз глубоких вен голени. То, что там тромбоз, в ноге никак. Это чепуха. От этого нога у вас не отвалится. Но тромб может оторваться, и по закону анатомии, он полетит вверх. Ноге наплевать, а тромб-то полетит вверх, попадет в сердце, правое, и сердце его выкинет в легкие. И он закупорит. Ведь это именно стреляющая болезнь. Так называемая стреляющая болезнь. Она откуда-то стреляет. И, как правило, стреляет из глубоких вен голени. Поэтому вот это важно. Если у вас опухла одна нога, срочно к врачу он вам назначит кровь, ржавающие на месяц в виде инъекций, а потом будет заставлять вас еще три месяца принимать кровь, ржавающие таблетки. Если он нашел причину. А если он не нашел причину, помните, спровоцированная тромбоз или не спровоцированная. Если не нашли, берем по умолчанию самый худший вариант и начинаем вам давать эти таблетки, пока не даем причину, либо пожизненно. Фактор риска еще раз – это беременность. Это еще, кстати, классический рак. Любая онкология повышает факторы риска. Так, собственно, вот этот синдром Трюсо, французский врач на себе наблюдал, у него был рак пожелудочной железы, он наблюдал развитие тромбозов вен, описал, так и называется, синдром Трюсо его именем. У нас есть звонок. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Роза. Я бы хотела узнать, что такое аневризм головы. У меня просто умер муж недавно. Хотела бы узнать, она может передаться детям? Да, может. Да, может. Это очень важно. Об этом почему-то люди забывают. Это врожденное состояние. Это врожденное состояние. Часто, кстати, идет с поликистозом почек. Есть поликистоз почек, проверяйте голову. Это передается по наследству. Это бомба в голове замедленного действия. И, как правило, если это было у родственников, вы обязаны проверить детей. Сделать компьютерную томографию в сосудистом режиме, потому что, обнаружив аневризму, есть вмешательство, которое по ее удалению или по ее нейтрализации. Это просто. А если она взорвется, ну так Андрей Миронов умер на сцене, так много людей умирает. И я многократно был свидетелем, когда людям объясняли про аневризму и им никто не говорил про детей и так далее. Да я один раз просто вот в ресторане сидел, слышал разговор. Я говорю, ой, я говорю, мама положила, обнаружила аневризму головы, ее оперируют и так далее. А я вмешался. Я говорю, извините, ради бога, а вы-то сделали все, а я-то зачем? Я говорю, объяснили, что это передается по наследству и может быть тоже носители этой бомбы. Нет, смотрят на меня. Ну вот так. Александр Ильинидович, поликистоз почек и яичников идет вместе с аневризмой. Именно почек. То есть, как вы сказали, есть поликистоз почек, проверяйте голову. Проверяй голову. Спасибо большое за ваш звонок. У нас есть еще в телеграм-канале вопрос. Здравствуйте, Александр Ильинидович. У меня блокада передней ветви левой ножки пучка ГИСа. Что мне делать? Ничего. Что вы уже сделаете? Только вы помните, что если это правая ножка, это может быть норма, проблемы с легкими и так далее. А вот левая ножка это всегда свидетель для того, что у вас есть отраслероз, то, что у вас есть сужение сосудов, и если есть клиника, надо подробно обследоваться, если нет, но все равно это надо вам знать холестерин, если он у вас повышен, и у вас уже надо его снижать, не всем людям с повышенным холестерином надо его снижать, вам надо. То есть у вас это уже свидетельство то, что болезнь где-то дремлет, спит. Имеется в виду атеросклероз. Атеросклероз повышает риск развития тропин. Нет, это само собой, само собой. Но просто еще раз, если блокады правой ножки часто бывают у нормальных людей, проблема левой ножки всегда болезнь. Закон для врача скорой помощи. Боль в груди приезжает блокада левой ножки, мы считаем это инфаркт. Мы не видим за кардиограммой, и мы всегда идем по умолчанию по худшему варианту. Так, еще есть у нас вопрос от Сергея. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, может ли быть сахар в норме? 5-3-5-4, а гликированный гемоглобин 6,6, возраст 58 лет, мужчина, ЗОЖ, спорт по 10 часов в неделю. Нет, 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 вы ориентируетесь на гликозилированный гемоглобин, сахар сегодня вы мерили такой, завтра эдакий. Гликозилированный гемоглобин это память глюкозы, это то усредненное количество глюкозы, которое намывается на эритроцит 6, это диабетические значения. Вы теперь уже не списываете, что у меня там нормальный сахар, ничего у вас нормального нет. У вас диабет. И еще один звонок у нас есть, мы успеваем его принять. Здравствуйте. Здравствуйте, я звоню из Санкт-Петербурга, меня зовут Надежда, мне 79 лет. В декабре 22-го года мне сделали операцию и установили кардиостимулятор. И сейчас я с ним хожу, потом у меня был через месяц-два тромбоз правого предплечья очень сильный, меня еще возили в больницу, там лечили, в общем, все, а сейчас я ощущаю в левом предплечье, такое, как натянутость какая-то, боль не боли, а это, и вообще, даже вот на бедрах я ощущаю, и, как говорится, на мягких местах. в общем, вот такие у меня проблемы с этим. Я принимаю ксарелт. Ксарелт, да. Да, и мне 20 миллиграмм. Ну, не знаю, у меня, пардон, тут еще была проблема с геморроем, Надежда, Надежда, для того, чтобы успеть ответить на вопрос. Вот я не знаю, как мне быть, куда мне обращаться, и что мне... Обращаться надо к врачу, вы находитесь на ксарелтах, на довольно активном кровизо-рожжающем препарате, что у вас, если у вас закровил геморрой, появились какие-то, какие-то новые ощущения, необъяснимые, надо к врачу, потому что это может быть ничего, просто, ну, скелетно-мышечная боль, а может быть уже и грозным симптомом, поэтому вы обязательно отложили своему врачу об этом рассказать. Дело в том, что у меня еще и спайки в голове, 40% сосудов. Это вы, забудьте про эти спайки в голове, 40% сосудов, это все, знаете, вы понимаете, о чем вы говорите? Нет. Нет, я не понимаю. Я почему говорю? Слушайте, вам 7 и 9 лет, вы дожили до 79 лет, вы сохранные, вы прекрасно разговариваете, вы логично мыслите, я же вижу, да, вы помните, дай бог не так. я вообще-то ничего не знаю. 40% говорят, какие спайки? Кто вот диагноз поставил, это у него спайки, у вас все хорошо. У вас так проблемы не передвижены. Ну вот МРТ, вот не надо вам МРТ 7 и 9 лет. Спасибо большое, Надежда. Вам надо понять, не надо ли вам остановить ксоревну, не будет ли у вас риска кровотечения. Вот все, что вам надо на сегодня. А МРТ 40% спайки забудьте, забудьте. Надежда, спасибо большое за звонок, у нас осталась минута. Вопрос, что можно сделать для профилактики сейчас всем и каждому, для профилактики тромбов? Ничего, иметь, не курить, иметь нормальный вес, нормальный холестерин, нормальный сахар и больше двигаться. Вы ничего больше другого сделать не можете. Продукты, бить больше воды не работает? Это вообще, это совершенно из другой области. Вы понимаете, мы же не понимаем, что мы знаем, что есть две системы свертывания. Одна связана с тромбоцитами, другая с системой свертывания. Вода вообще здесь ни с какого боку. А смолярность, а смолярность крови, это не количество воды. А смолярность свертывания, тоже побочное явление, ну, в смысле, это строго регулируемое, это зависит от глюкозы, от натрия, количество, а не от количества воды. Это очень сложные вопросы. И вот, вмешательство журналистов, и вот не объясняя элементарных схем, люди не понимают, путаются. Сестры добавляют, то у вас плохая свертываемость начинает... Это бред сивой кобылы. Вот когда вам тычет иголкой, кровь не идет, у вас неплохая свертываемость. Вопрос попали в такую вену. Спасибо большое, Александр Леонидович. Вопросов очень много, тема очень важная. Спасибо всем, кто задавал ваши вопросы. Мне кажется, это помогло нам чуть шире раскрыть тему. Мы продолжим буквально через несколько минут. К сожалению, тема обширная. Надеюсь, что мы с вами встретимся еще раз и поговорим, потому что есть люди, которые не успели задать свой вопрос. Увидимся!